Hi my students! Сегодня мы вторую часть лекции проведем по линии передачи импульса. Мы в тот раз, когда рассматривали линии двухпроводные, в принципе, полосковые, выполнены по-разному, с разными расстояниями между проводником. Мы рассмотрели распределение сигнала вдоль линии, но для целей для многочисленных приложений требуется также распределение вдоль поперёк линий, в поперечном направлении. Вот мы сегодня этому посвятили. В прошлый раз мы с вами остановились вот на этом вопросе. То есть была линия, включённый источник ОГБЦА КДСЕ, комплексная внутренняя спотеления З1 и нагрузка была комплексная, ими передачи длиной Л. И находили мы токи У и И по любой координате распределения вдоль оси Х. От Х равной 0 до Х равной 0. И пришли к следующим выражениям. Вот такие мы выражения нашли. Ну, как Хевисайд делал, мы так по Хевисайду и продолжили. Вот, и нашли итоговое выражение для тока, распределения тока и напряжения в линии по координате. Теперь нам предстоит то же самое, разбить это дело на две координаты, на вторую координату или поперечную. Вот рассмотрим, как мы это можем сделать. Вот здесь уже И координата, Х продольная, и нагрузим эту линию напряжением комплексом В, маленькой ХП, в которой мы получили предыдущие задачи. Два байта ширина линии. Ну, все усимметрии задачи можно в одну сторону рассматривать, поле определения тока. В одну сторону от Аси-З, вправо, допустим, в положительном направлении оседленных. Ну, также распишем комплексное напряжение в произвольной точке. Уже Х, Игрек, П. Ну, новые коэффициенты какие-то будут А1, В1, С1, В1, которые определим, естественно, из графических условий. Как напряжение вначале будет равно предыдущему напряжению комплекса, который с предыдущей задачей мы нашли. И ток. А ток будет равен нулю ток проводимости в конце, в точке В, координатный. Вот из этих выражений, которые 3, 4, мы находим эти, находим коэффициенты С1, В1 из 3, 4. И поставим С1, В2 в 1, 2. Вот, исходные уравнения. И тогда мы получим, произведем обратное преобразование так же, как в прошлый раз мы делали. И получим распределение тока и напряжения. Уже полоску вывели, с учетом двух координат, их силы, и, естественно, отверния и толь. Вот таким образом это развитие. И только остается от координаты Z. Но это мы в третьей лекции возьмем, чтобы рассмотреть. А здесь заметим еще замечание. Поскольку сейчас был один, в связи с этой, в связи с линиями импульсными, было одно приложение, которое называется Roll Gun. Roll Gun. Это такие устройства, они представляют собой двухпроводные лидеры, закороченные в конце арматуры, как называется, в источниках арматуры. Но это короткозамысатель или какой-то снаряд, который, под действием силы Лоренца, выстрелится из этих двухпроводных лидеров. Теория, в общем-то, основывается на расчете силы Лоренца. Она довольно-таки известна. Я здесь вот внизу это. Приведу ссылочку на эту работу по Roll Gun. Ну, это всего лишь одно приложение. И здесь мы вопросы применения в связи не будем рассматривать. Но поскольку вот это связано с предыдущей лекцией, которая называется «Энергетика в обороне», то, связывая эти вопросы, можно сказать, что вот такое рассмотрение может рассмотреть силы в этой доле, действующей на эту арматурную выстрелить, то есть на снаряд. Рассчитывая дальше силы Лоренца и так далее. Здесь следует отметить, что это двухпроводные линии. Экспериментально очень хорошо исследовал томский ученый Геннадий Васильевич Николаев, который является автором оригинального подхода к трактовке электродинамики Максова. Здесь не буду я критикой заниматься его теоретическим исследованием. Я только могу заметить, что он обратил внимание на то, что кроме Лоренца и Силы действует еще дополнительный стил, который наценивает в воде так называемый скалярный магнитный полик. Но этот вопрос спорный, он среди специалистов вызвал очень большие споры. Я лично не нахожусь на этой точке зрения, что следует рассмотреть дополнительный скалярный магнитный полик. Почему? Потому что добавка вот к этой силе отталкивания, это простая, та же самая сила, амперовая сила, которая действует со стороны продольных проводников. Я покажу только рисунок, из него будет все вязано, и видно будет, как это... Вот, видите? Если рассмотреть произвольные отрезки этих линий, отрезки, кусочки вырезать, то в этих кусочках будет ток по красным стрелкам. И если соединить мысленно вот эти вот отрезки короткозамыкателя с продольными отрезками и спроектировать на нормале, то мы увидим, что эти токи антипараллельны, как в верхней части, так и в нижней. То есть появляются добавочные силы ампера, которые действуют со стороны тех же самых продольных проводников из-за конечной ширины вот этой двухпроводной линии. Вот это такая двойная добавка к этой толкающей силе. Возможно, увеличат КПД вот этого Ролгана. Почему? Потому что в настоящее время КПД оценивается по источникам порядка 10%. И поэтому вот если рассматривать ВМФ США применяла на кораблях, то там потребовался отдельный блок питания такого Ролгана. Ну вот поскольку мы рассматривали с вами энергетическую оборону, то целесообразные такие Ролганы, вероятно, попробуют соединить с существующими мощными энергетическими установками, которые это АЭС, ДЭС и так далее, с электростанциями мощными. И установить на них с целью их обороны от воздушных ударов. Поскольку энергия практически там большая, и дополнительных больших приспособлений оборудованием не надо будет, то здесь перспектива появляется большая. То используя этих Ролганов за оборону энергетических объектов. Вот такие соображения теоретические. Поэтому, как я считаю, если касается теории, то не склонен я соглашаться с мнением Геннадия Васильевича, хотя эксперимент его и рассмотрен, но интерпретация, которую он даёт, она может быть и другая. Поскольку сам Максимов создавал модели, о чём он и писал, это была только математическая модель. А физические процессы необходимо рассматривать на основе законов, исходных законов электрической магнитизмы, таким, как закон Геннадий Закон Афера, закон Эдукции Фарабея, закон полного тока, закон сохранения зарядов, и закон сохранения медленного потенда. Поэтому здесь рассматривать дифференциальные уровни и наводить их в критику, я считаю, что не целью от собрания, а следует правильно их интерпретировать и искать те добавки, те вклады в дополнительных краевых эффектах, которые он не учитывает, эти краевые эффекты, которые при разрезании магнитов и так далее он получает сплеиванием этим магнитом и рассматривает двойные системы кольцевыми. Вот здесь эффекты краевые он не учитывает. И кроме того, он совершенно не учитывает фондару моторности в своих выпадах. Вот на этом я и хотел сегодня дирекцию, эту дополнительную дирекцию по двухпроводной линии на этом закончить. Спасибо большое за внимание. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok